Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 4 мая. День Прокла назван в честь мученика Прокула. Среди всех святых, почитаемых в этот день, русский народ предпочел имя Прокла. Оно было наиболее распространено в крестьянской среде. Во-вторых, как созвучное слово проклятие. И все дело в том, что именно сегодня было принято проклинать и занять нечистую силу. Для этого старики выходили за околицу, поворачивались лицом на запад. Эта сторона света считалась символом тьмы и произносили разнообразные заговоры. В святую старину этот день называли по-разному. Федор Ляльник, Федор Прокун Ляльник. Сегодня старались не работать, а выполнять разнообразные обряды, поскольку считалось, что ведьмы могут навредить скотине и даже погубить ее. Поэтому старейшины проводили обряды по ее изгнанию. Сегодня водили хороводы вокруг яблони. Делали это молодые девушки. Говорили, что они лелеяли и мысленно обращали к чему-либо хорошему приятному, то есть делали хорошую погоду. Поэтому этот день прозвали Ляльником. Приметы. Черемуха в этот день начала цвести. Лето будет жарким и засушливым. И чем раньше начнет цвести, тем сильнее будет жара. Если цветков на черемухе появилось очень много, лето будет дождливым. Первый гром звучит сильно и улка. Это к богатому урожаю хлеба. Если сегодня мелкий дождь идет медленно, к ненастной погоде. Береза опушается раньше установленного срока, лето будет сухим. Если это происходит на клёне, лето будет дождливым. Весной муравей сытый и чистый. Примета предвещающая, что урожай пшеницы богатым будет. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!